Здравствуйте, уважаемые зрители канала Протсветок! Меня зовут Дмитрий, я садовник и владеец личного подсобного хозяйства. В теплице огурцы уже большие, а на грядках еще только набирают силу. Однако уже возникают проблемы с завязью, она желтеет и осыпается. И в сегодняшней передаче я хочу рассказать о причинах пожелтения завязи и о способах устранения данной проблемы. Первая причина пожелтения завязи – это недостаток света. Начинающие огородники часто совершают ошибки и стараются высадить растений как можно больше в теплице. Получается загущение. Одни растения опережают других в росте и забирают слишком много света. Такую же ошибку делают огородники и на грядках. Высаживают огурцы, высевают очень густо. И огурцы отнимают много света друг у друга и много питания. В итоге урожай теряется, ведь много завязи осыпается и желтеет. Если брать теплицу, то на квадратный метр нужно высаживать всего лишь 2-3 растения огурца. Тогда они будут хорошо развиваться. Не следует забывать и про удаление лишних пасынков, боковых побегов. Ведь они также отнимают много сил и питания у растений, а также затеняют в теплице. И получается, опять же, проблема, недостаток света. Поэтому не забывайте про такие важные процедуры, как пасынкование. Второй важный момент – это температурный режим. Для нормального развития огурцам требуется определенная температура. Оптимальной является температура в дневные часы от 22 до 26 градусов тепла. В ночные часы от 18 до 22 градусов тепла. Если температура в теплице ниже 15 градусов и выше 27, то огурцы будут испытывать стресс и зависть будет опадать. Поэтому, если ночи холодные, то дополнительно даже в теплице укрывайте огурцы белым спонбондом. Он лучше сохраняет тепло. Если же на улице жара, то теплицу нужно притенять. В дневные часы укрывайте теплицу специальной притеночной сеткой, либо спонбондом. Также можно использовать обычную побелку и белить стены теплицы, чтобы было меньше яркого палящего солнца. Тогда растения будут чувствовать себя гораздо лучше. В жаркую погоду обязательно нужно обеспечить полив огурцов. Ведь при недостатке влаги зависть также будет осыпаться. Лучше всего поливать огурцы утром, чтобы к вечеру из теплицы излишняя влага испарилась. Потому что при излишней влаге могут возникать различные грибковые заболевания. И тогда придется делать обработки всякими химическими препаратами, либо биологическими. А это опять же лишняя трата денег и времени. Еще одна проблема при выращивании огурцов, когда зависть желтеет и опадает, это нехватка питания. Чаще всего данная проблема возникает у партинокарпических огурцов. Ведь они нуждаются в большем усиленном поливе, так как образует много завязи. А так как мы поливаем такие сорта огурцов часто, значит водой вымываются из почвы многие питательные вещества. И нужно проводить дополнительные подкормки. Чаще всего огурцы испытывают нехватку азота и калия. При недостатке азота нижние листья, более старые, желтеют. Растения замедляются в росте и выглядят очень чахло. Требуется подкормка азотными удобрениями, либо бродиловка из травы. При недостатке калия на огурцах можно заметить, на более старых листьях, краевой ожог. По краю листа идет усыхание, подгорание. Значит требуется подкормка калием. Если вы заметили такие признаки на растениях, то нужно в первую очередь провести внекорневую подкормку, чтобы растения получили все необходимые микроэлементы и элементы питания очень быстро и начали восстанавливать силы. Есть очень хороший рецепт для подкормки огурцов. Понадобится 1 столовая ложка мочевины и 1 стакан золы на 10 литров воды. Готовится раствор, все содержимое перемешивается, процеживается и готовым раствором можно обрабатывать огурцы по листьям. Они быстро восстановят силы и пойдут в рост. Очень часто начинающие огородники проводят неправильный полив и возникают также проблемы с завязью. Огурцы в период роста нуждаются в хорошем поливе, чтобы почва находилась в умеренно влажном состоянии. Не нужно также и переувлажнять почву, ведь если почва будет слишком влажной, могут возникнуть различные корневые гнили и грибковые заболевания. В период образования урожая, в период роста плодов огурцы нуждаются еще большего влаги, потому что им нужны силы для роста и развития плодов. Вода для полива должна быть теплой, от 18 до 24 градусов тепла. Если полить огурцы холодной водой, то будет опадать не только завязь, но и пожелтеют листья и сами растения могут вовсе погибнуть. Поэтому обязательно поливайте огурцы теплой отстоявшейся водой. Примерные нормы полива для огурцов. До цветения поливаем огурцы примерно в таком режиме 4-5 литров на квадратный метр посадки. Во время цветения и плодоношения нужно увеличить норму. И примерно на квадратный метр у нас пойдет 6-10 литров воды. Только в таком случае растения получат необходимое количество влаги и будут хорошо расти и развиваться, давать полноценный урожай. Поливать огурцы нужно примерно раз в 2-3 дня, в зависимости, конечно, от погодных условий. Если стоит жара, то, возможно, огурцы придется поливать и каждый день. Пятая причина – это заболевание. В частности, такое опасное заболевание, как бактериоз. Болезнь развивается при чрезмерной влажности в теплице. Поэтому не забывайте про проветривание. Обязательно открывайте все форточки, двери для хорошего проветривания. И проводите полив в утренние часы, чтобы влага лишняя успевала выходить до вечера. Также заболеванию сопутствуют такие факторы, как загущенная посадка, чрезмерная влажность почвы в теплице и некачественный посадочный материал. Поэтому также обращайте внимание на данные факторы. При первых признаках бактериоза, либо для профилактики бактериоза, используйте такие препараты, как гомоир, либо препараты на основе триходермы. Это биопрепараты. Они безвредны для человека и окружающей среды. Урожай можно употреблять в пищу уже через несколько дней. Для обработки огурцов я использую препарат на основе триходермы серии «Профит». Данный препарат очень эффективен в профилактических целях. На 10 литров воды понадобится 1 чайная ложка. Данным препаратом можно обрабатывать как сами растения, так и проливать почву. Нужно сказать, что такие препараты нужно вносить в почву и обрабатывать растения ими предварительно, не дожидаясь появления заболевания. Если заболевание уже появилось, то препараты могут и не помочь. Последняя проблема, но не самая редкая – это плохое опыление. В теплицах нередко зависть не образуется, потому что нет насекомых опылителей. Для теплицы все-таки лучше выбирать сорта партинокорпической формы, которые опыляются сами, не требуют насекомых опылителей. В таком случае урожай будет гарантирован. Что касается открутого грунта, то в нем можно высаживать огурцы и пчелы опыляемые. Там есть насекомые, можно как-то приманить насекомых в свой сад, и опыление будет идти. В теплицах не всегда это удается, поэтому выбирайте все-таки для теплиц партинокорпические сорта. Тогда наверняка вы будете с урожаем. Как видите, причин пожелтения завязи, осыпания завязи у огурцов довольно много. Это довольно прихотливая культура. Однако, если обеспечить хороший уход огурцам, то и урожай будет отличным. Спасибо за внимание и до новых встреч!